здравствуйте эта программа вопреки всему и в этом году это последний выпуск я долго думала что же показать вам в новогодней программе наверное это должно было быть что-нибудь праздничное но сегодня я хочу рассказать про людей которые бесплатно кормят всех кто в этом нуждается и мне кажется эти добрые поступки точно пример праздника пусть не новогоднего но праздника жизни очень не настороженно относились говорили почему не можете нам котлетку принести или курочку там сварить был такой человек шила прабхупада вот зародилось это все в западной бенгалии в 74 году по времени это происходит все очень быстро разлетается наша еда как горячие пирожки мы не успеваем расставиться волонтеров здесь встречают со словами вот они наши едут и честно за этим очень приятно наблюдать появилось желание кормить людей вкусной пищей потому что у нас потерялась эта традиция в жизни к нам редко приходят гости да мы не так часто людей угощаем вот а раньше например любой человек мог зайти в любой дом ну так было не знаю может лет сорок назад в 9 утра сегодня собрались поварами мы как всегда два раза в неделю решили приготовить для наших благополучателей тушеную капусту со сметанкой дальше рис с морковочкой такой красивый и фасолевый суп с кинзой также еще у нас будет напиток каркаде вся все меню у нас вегетарианская мы сами в основном все волонтеры которые участвуют в пищу жизни в основном все вегетарианцы соответственно концепция все ассоциации благотворительного фонда пища жизни это кормить людей вегетарианской пищей а скажите вот ян как реагируют люди на такую вегетарианскую пищу интересуются почему сначала сначала да очень не настороженно относились говорили почему не можете нам котлетку принести или курочку там сварить вот мы объясняем им что это здоровая пища красивая сытная и что питаться можно без мяса сейчас они очень рады всегда благодарят нас и всегда уточняют то что независимо от того что пища у нас без мяса приготовлено очень сытная сейчас они очень это ценят и радуются всегда когда мы приезжаем яночка во время готовки такие фразы медитирую там да на еду вегетарианство вы все-таки здесь просветленные вы как-то связываете вот этот свой образ жизни с тем что вы можете дарить такое добро вот так просто мы участвуем в пищи жизни пища жизни существует по всем по всему миру и концепция ассоциации благотворительных фондов пища жизни заключается в том что кормят только вегетарианской едой просто потому что мы делаем добро и мы не можем причиняя боль да вред живым существам в том числе и животным именно поэтому мы вегетарианцы и кормим людей исключительно вегетарианской пищей какие первые отзывы от людей вот за два с половиной года да вы помните что люди говорят почему вегетарианская да где котлеты или что-то сначала конечно безусловно они были удивлены были такие отзывы привезите нам котлет или курицы еще что-то вот мы людям объясняли о том что мы вегетарианцы о том что эта пища очень полезная сытная что и без мяса тоже можно хорошо питаться сейчас люди хорошо очень на это реагируют с удовольствием все кушают довольны рады и очень удивлены тем что без мяса можно вкусно кушать кто придумывает меню у вас вы уже знаете кого вора нет ну я медитирую скажем так на то что что можно будет приготовить то что приходит всегда в основном это простая пища это какой-нибудь суп вот в данный момент это фасоли вы какая-нибудь каша и что-нибудь овощное обязательно всегда напиток а как конкретно уже повар сам смотрит что будет готовить что заставляет каждый раз приходить вас сюда знаете не заставляет а просто такой внутренний зов появился который хотелось бы найти применение своей какой-то энергии своим своим своему какому-то желанию что-то сделать еще для другого человека ну потому что жизнь сейчас в общем-то достаточно сытная по большому счету несмотря на какие-то сложности в жизни и когда ты понимаешь что есть люди которые нуждаются больше но как-то отзывается в сердце это и вот это желание помочь что если нужна моя помощь какая-то я с удовольствием рада сделать что-то вот и когда узнал узнала что такой фон есть ну прям очень очень отозвалось очень хотелось принять участие в этом вы знаете мне кажется любой человек который отзывается на чужую боль это просто естественная потребность человека и вот я тоже это почувствовала и поэтому вот мы уже несколько лет занимаемся этим яночка то есть есть люди которые приходят сначала собственно не понимают почему такой рацион да а потом тоже привыкают вот этому вегетарианству да и более того они даже хвастаются потом что дома когда они что-то себе готовят варят или суп и вегетарианский без мяса или еще что-то то есть идут по нашим стопам так сказать вот это сама пища жизни этот фонда где он зародился зародился он западной бенгалии насколько я помню в семьдесят четвертом году был такой человек шила прабхупада вот зародилась это все в западной бенгалии в семьдесят четвертом году в россию пища жизни пришла насколько я помню 88 и на данный момент пища жизни существует более чем 60 странах мира в том числе россия и украина вы как попали в пищу жизни как вы узнали как так получилось ну я давно хотела участвовать в подобном в подобной деятельности вот но так как я вегетарианка я не рассматривала фонды которые кормят людей мясными продуктами вот и когда появился узнала вот через знакомых когда появился фонд я с удовольствием вступила буквально через пару недель после того как вот основали его в ростове на протяжении всего времени участвую как находите время потому что многие волонтерства до говорят сразу но это нужно время мы работаем с 9 до 6 у нас не получается как вы смогли организовать жизнь свою так чтобы помогать я нахожу время мы кормим два раза в неделю четверг и суббота и многие волонтеры также которые работают с графиком 5 2 у них есть возможность участвовать фонде по субботам многие волонтеры отпрашиваются с работы буквально на час чтобы прийти поучаствовать в раздаче оставляют там деток маленьких на бабушек или мужей чтобы покормить людей у меня работа позволяет мне раза два три в месяц участвовать в деятельности готовить раздавать то есть получается в свой выходной до по большому счету люди участвуют в таком кто эти люди которые приходят на раздачу еды вы наверное за два с половиной года очень многое повидали многие до много повидали пенсионеры бывшие учителя бывшие завучи школ просто сейчас вот служила сложилась у них так жизнь что нуждаются они в пище есть те люди которые ну по социальной лестнице к сожалению спустились немного ниже чем хотелось бы люди любители алкогольных напитков мы не разделяем и кормим абсолютно всех всех проходящих мимо деток пенсионеров инвалидов кормим всех а у вас есть какой-то человек но вот которого вы запомнили он всегда приходит и как-то вы уже там общаться может быть есть одна женщина она такая достаточно активная причем она приезжает на раздачу и на северный и на западный есть там человек 5 наших постоянных так сказать клиентов которые приезжают и в один и другой конец города и по четвергам и по субботам и вот одна женщина да у нее постоянно берет она себе и просит еще добавки для того чтобы отвезти домой потому что сын у нее оказался что-то с ним случилось не помню что но 40 лет он оказался инвалидом пенсия маленькая вот ну такая трогательная история да и есть есть люди которые запоминаются люди без определенного места жительства они приходят да какой контакт у вас с ними или просто вот передача еды и все они сами идут на контакт более того они просят чтобы мы поснимали их на телефон потому что они хотят поблагодарить всех кто участвует в фонде да вы что вот я прям стояла раздавала напиток подошел ко мне мужчина пожалуйста пойдем поснимаешь меня я хочу спасибо сказать да и я пошла снимала он кланялся говорил огромное спасибо всем кто участвует уточнил что он бомж что жить ему негде вот и ну трогательные на самом деле такие моменты и ради которых как раз мы этим и занимаемся ради которых мы деятельность эту всю продолжаем чтобы заботиться о людях о которых возможно некому позаботиться количество еды которое мы сегодня приготовили по порциям это ну порции 35 40 вот людей в зависимости от того сколько придет людей мы уже будем им накладывать иногда они берут домой себе родственникам там где детям инвалидом и так далее по времени это происходит все очень быстро разлетается наша еда как горячие пирожки мы не успеваем расставиться поставить баки уже этому а очередь все уже раз-два буквально 20 минут и раздача закончена также еще волонтеры на раздаче наши любят тоже кушать нашу еду потому что очень все очень вкусно почему бы каждый раз приходите сюда и готовы подарить свое тепло и сделать что-то другое наверное для того чтобы быть как бы совместно да с этим миром до быть причастным к нему понимая что каждый человек да который с которым ты общаешься это когда частичка вселенной и это это возможность быть более сопричастным соответственно людям оказывать помощь и ну как тогда наверно каким-то положительным качеством учиться то есть вот наверно все вот это вот как-то и зовет каждый раз приходить и это всегда радостно это всегда наполняет очень внутренне в общем как-то так ваша ваше окружение друзья семья когда они вот услышали первый раз атаковый и вообще вот их отзывы что они вам говорят но кто-то удивляется кто-то спрашивает зачем да и там как-то рассказывается кто-то даже вот есть друзья которыми рассказала они пришли сюда как волонтеры вот и помогают тоже поэтому точно и она как-то у всех разные но в основном конечно есть вот у людей вот этот вот дух сопереживания другому да и быть сопричастным к этой вселенной да то есть как нужно больше отдавая туда когда тепла какой-то любви да мы обычно после того как приготовим с поварами садимся кушаем пробуем то что приготовили вот и только после этого собираемся уже и едем на раздачу вас мы кстати тоже хотим угостить с операторами нашей вегетарианской едой хорошо спасибо большое мы с операторами с удовольствием попробуем и дадим оценку свою ну что еду приготовили мы кстати уже попробовали это действительно очень вкусно сейчас отправимся на раздачу еды посмотрим кто придет кстати водитель который повезет еду тоже волонтер здесь никто ни за что деньги не получает обычно еду сюда привозят в два часа дня но как правило люди начинают собираться заранее вот уже сейчас очередь волонтеров здесь встречают со словами вот они наши едут и честно за этим очень приятно наблюдать кушать очень приятно даже добавки дают даже добавки дают все а сколько людей вот приходит расскажите много бывает обычно разбивать раз в неделю бывает много раз в неделю вообще мало людей вайк коллектив когда вот получает обед хватает а другой раз когда не хватает кать расскажите как вы стали руководителем фонда ну началось с половиной года назад появилось желание кормить людей вкусной пищи потому что у нас потерялась эта традиция в жизни к нам редко приходят гости да мы не так часто людей угощаем вот а раньше например любой человек мог зайти в любой дом но так было не знаю может лет сорок назад как мне бабушка рассказывает и все были накормлены его могли посадить за свой стол и накормить всем что у них есть дома вот и у нас с подругой появилось такое желание воссоздать что-то подобное и мы узнали о том что существует ассоциация все российская мы захотели быть частью этой большой команды и открыть подобное в ростове то есть в ростове до вас ничего не было и только вот ваше желание и подруги привело к тому что целое направление такое в ростове в ростове был подобный фонд когда была война на украине в 2014 году функционировал функционировал такое большое отделение кормили очень много людей на на вокзале завтраками обедами тоже очень много порций и это людей спасало просто от голодной смерти которые приезжали бежали с донбасса вот но потом эта деятельность прекратилась и в мирное время не существовало ничего у нас в ростове вот и мы захотели просто чтобы у нас это было как регулярная да не то есть не никогда какой-то через до произошло чтоб это было два раза там в неделю раз в неделю чтоб люди просто могли участвовать проявлять все милосердие и сострадание и поэтому вот решили открыть павел ну скажите честно девочки вкусно кормят волонтеры да вкусно а вот что обычно сегодня мы видим что они еще привозят из еды но они постоянно жидко и вкусно веру нет тут нравится диетический лоб потом чем еще я не даже знаю вкусно да а вы каждый раз вот приходите когда девочки приезжают нет бывает не каждый раз но практически постоянно а как-то рассказываете вот вашим знакомым друзьям что есть такой фонд который кормит кто-то приходит еще много приходят но часто их нету а вас вообще что сюда приводит почему вам необходимо это питание дома не кайф готовить да только эта причина да ленивый мне жена готовит а здесь вкуснее мы раздаем два раза в неделю значит по четвергам это еременька 60 дробь 2 собственно где мы сегодня и находимся в два часа дня начало у нас раздачи обычно 30 40 минут достаточно для того чтобы вся еда была разобрана вторая раздача у нас по суббота на вязка 41 это другой район города там тоже очень много людей которые нуждаются в пище также начала в два часа дня и любой желающий может прийти и получить порцию горячей еды кать скажите как вообще фонд выживает потому что мне волонтеры во время нашей готовки сказали что все это чисто пожертвование этого действительно хватает чтобы постоянно кормить в таком объеме людей до этого хватает пожертвования приходят регулярно какие-то там большие покупки да мы не можем себе позволить плиты например на которых можно удобно готовить но бывают люди у которых проявляется желание в сердце помочь они могут купить например большую плиту или закупить там какие-то баки да например вот то есть либо мы собираем постепенно деньги и закупаем то что нам необходимо для фонда там например тот же стол нам пожертвовали ну как-то вот люди отзываются у людей есть сердце это желание делать добро поэтому мы его так все соединяемся делаем такое маленькое дело доброе Расскажите пожалуйста как часто вы сюда приходите ну бываем мы не приходим бываем приходим когда успеваем когда не успеваем кушать покушать что горячее живем на улице вот так приходится честно говоря у него обманывают так вот знакомые у нас деда мать нас выгнала его мать у меня мамы нету выгнала а сейчас приходится на улице жить вот так вот и приходится кушать приходится и варить и на улице и везде а что вы пытаетесь сделать чтобы как-то изменить ситуацию может быть какие-то приюты кому-то обращались обращались не то там деньги не дают во-вторых третьих дурят кормят там купаться может да это я знаю я была но там еще и девчата ночью не спят готовят кушать приготовлю телевизор смотрят там про бога туда-сюда а сейчас начали мы обращаться дом это другие приходят и это признать приходят другие уходят не дают там жить хорошо а вы что вы муж и жена да да и вот так и в горе и в радости все вместе да вот так вы как находите время для фонда вы тоже я знаю пропагандируете вегетарианство да вы здесь у вас у всех один такой мир как вы находите время для этого всего но для меня это важная часть жизни пища жизни потому что мне очень нравится кормить людей такой чистой вкусной едой и когда что-то для тебя важно ты для этого всегда найдешь время вот и урежешь какие-то свои может быть не очень такие важные да они очень важные дела ты не будешь сидеть тупить там в телефоне но ты пойдешь дело что доброе пища жизни вот сейчас что нужно больше всего что требуется может быть кто-то услышит и захочет тоже сделать какой-нибудь новогодний такой подарок вашему фонду доброму но в принципе что касается волонтеров навсегда нужны волонтеры которые будут приходить на раздачи раздавать еду у которых есть это стремление помогать и делиться с людьми добрым не просто отдать порцию еды а это это как бы еда это просто средство мы передаем человеку заботу и любовь которая у него может не доставать в этой жизни вот и мы всегда нуждаемся волонтеров которых есть такое открытое доброе сердце мы всегда нуждаемся в тех кто готов помогать нам вести соцсети фотографировать делать посты в инстаграме вконтакте то очень тоже важная часть нашей деятельности что касается финансов мы всегда очень рады любым пожертвованиям от и одна порция у нас стоит 50 рублей то есть это не так много и каждый человек может ежемесячно переводить какую-то сумму для кого-то это 50 рублей до кого для кого-то 5000 рублей у всех разные суммы и то есть 50 рублей равно одна порция вот либо например человек может пожертвовать нам оборудование и он будет знать что она будет использована в благотворительных целях то есть у нас не будет такого что деньги уходят не по назначению они все идут только на то чтобы кормить людей и развивать это дело ну что вот так вот не нужно никаких супер до больших финансов любая помощь 50 100 рублей и вы точно сделаете чью-то жизнь чуть-чуть счастливее до а Мне кажется, если в новом году будет больше таких проектов, жизнь станет светлее и добрее. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть 2021 год наполнит вашу жизнь радостью, любовью и здоровьем. Весь год с вами была программа «Вопреки всему». И я ее ведущая Вера Данилиди. До встречи в новом году! Субтитры создавал DimaTorzok